Во дворе в этот день всё было спокойно, пока взрослые не услышали лай собак и плач ребёнка. Овчарка была оставлена без присмотра, что привело к нападению на мальчика. Он получил несколько укусов в шею и лицо и был доставлен в больницу на обследование и лечение. Сейчас же ребёнок находится дома. Его состояние оценивается как стабильное. И в какой-то момент именно собаки задрались. И мальчишка, видимо, по ним, ну я не знаю, что он там думал, но вот он начал их разнимать. Как я предполагаю, что он просто попал под вот это, в драке собака, она его прикусывала или там выворачивалась. И под зубы ему попали и руки, и я знаю, что лицо поранено. Я тоже фотографии смотрела. Здесь собрались все соседи, конечно, сразу стали скорую помощь вызывать. В настоящее время прокуратурой Хостинского района организована проверка. По словам очевидцев, овчарка, напавшая на 9-летнего ребёнка, принадлежит местному жителю из соседнего двора. Она была замечена на улице без поводка и ранее уже вызывала нарекания у прохожих. Ребёнка доставили в больницу с тяжёлыми ранами и ушибами. Как сообщают очевидцы, собака напала на мальчика, который играл у себя во дворе. Немецкая овчарка истерзала его именно здесь. Покусала губы, подпородок и щёки. За последний год в России было зафиксировано более 42 тысяч случаев укусов собак, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. И этот случай не исключение. Полиция Хостинского района уже начала расследование данного инцидента и выясняет, кто же на самом деле является владельцем собаки. Такие случаи являются серьёзным напоминанием о необходимости соблюдения элементарных мер безопасности на детских площадках. Жители требуют ужесточения наказания за подобные преступления и более строгого контроля над домашними животными. Валерий Коврамян, Александр Киреев. Время новостей.